доброго всем времени суток с вами текстер средневековая династия и только что перед оно из моего дома вышло хоть может очень странно так камень и что у нас ночь но свежеприбывшие пока не работали меня по идее сейчас четыре полтора будут пахать меня надеюсь это будет хорошо что предстоит сделать стоит сделать пожалуй рабочее место для лесорубов она делается насколько я помню наверняка с бревен я возьму с десяточек а дальше посмотрим так погнали а и запутался да выйдет и по крестьяне страдают фигню я пойду строить так это такое летучие мыши решение какого-то странно листики ок так ну тут просто вот такой же хрена с ним построить только двухместный я откладываю тут построить так постройки добыча 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 дровяной сарай 2 неинтересно много еще до туда ландер с рай 2 добрый момент обошлось неплохо тут чё бревна тут чё доска ну ок пойду менять а не пойду меня я сейчас напилю себе менять создать а у меня бревен нету вот я даю а куда я их дел все ушли сюда что это на крыше или где ну ладно 6 досок ладно не ну серьезно только что было 10 досок 10 бревен я так так здорово угадал ну ладно пошел шесть досок как там не 12 был досок давайте я возьму 12 на всякий случай на 10 дур там крыши лучше стоит 4 быстро отделался мне еще говорят делай козлятник пугу сядь а меня людей под них смотри чего он подался далеко так но у крестьяне полевые они скучают но я их не буду ни на что припахивать по одной простой причине потом их надо возвращать обратно я не хочу не тут была вся крыша прекрасно убираем и убираем чем тут все покосим и крестьянин в ужасе бросился убегать правильно так а управление годовалая болгвина так кто у нас бездельный щит бланка 32 года страдает фигней я так понимаю это ты будешь лесорубом а надо что-то мусорай прописать что делать так хотя у нее помощница должна быть теньк хунемир свежно родившийся так сколько мелочи отилия кто еще не занят виллбург когда-нибудь освободиться конечно когда так это вот это вот 212121 зараза так древяной страй 2 иди пахать лесоруб добыча здорово теперь давайте для древяного сарая 2 почему он одна штука так отилия лесоруб все хорошо так добыча для колодца счет не хватает что для колодца может не хватать а ведерок не можете хватать так дровяной сарай 2 вот это у него ничего не заодно ну вот им сейчас зададея ну по большей части конечно будешь бревнами заниматься немножко ветками немножко дровами так это мне тут еще 35 до 25 дровами на сдачу досками как-то так ок с этим разобрались я могу продолжать улучшать дома конечно же конечно же могу и продолжать делать просто надо ли она так погодите а кто-то у меня сидел в в таверне и он там сидит хуберта трактирщик сидит и ничего собака такая не делает у меня в принципе есть еще мастерская там только один человек работает давайте пока хуберту хуберта 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 трактирщик давайте мы назначим куда-нибудь в мастерскую например и пускай помогает ремесленник что-то имеется ввиду какие нужны что не известно а это ее навыки странно вот ну по крайней мере сейчас производство посуду выйдет на хороший уровень неплохо так мелкие не растут домов деревянных очень много но под переделку пока мне кажется не очень напрашиваю посмотрим там осталось 18 досках и серьезно досок на крышу не хватит бревен тоже но бревен много не надо так досок 20 20 конечно хорошо но этого мало зерно пшеницы каменный серп в принципе меднадобор что-то делает тут ну давайте монетки мне все пригодится с обмолотом что-то как-то слабо пойду гляну как там фермеры вон в том здании что-то делают ну они что-то самозабивно крафт на столах а это вообще на мельнице мелит собака и он мне очень подозрителен этим потому что я вроде муку не сдавал он начал обмолачивать он правильно босс пришел сразу над делать что работаешь ладно мм гусятник гусятник гуси это перья перья это деньги в принципе неплохо давайте в это поверим животноводство гусятник но жизнь бы так но я тоже быстро поставлю еще говорили козлятник строй но это мне кажется рановато прежде временно и да я могу конечно бревен на доске нам перейти можно опять начинать строить лекции ко мне а главное сколько у меня будет гусей я думаю тут им под окна гусятник устрою я думаю они будут не против но даже сюда ладно нормально вот вам гуси под окном чё тут надо ветки на ветке хорошо овец наверно там много в сарае зиму не люблю а много зиму не люблю зима тут самое скучное делать особо ничего сидишь скучаешь сколько надо ветки что-то не посмотрел ну вот много надо лет дать соберу там что 20-30 еще нет уже 11 23 а еще 33 коном беру тридцать я же говорю легко вот там повара пока пашут творить стоят работают лично я потом заглянул в доме где-то сложно и посмотрю что они напахали ману четко по 6 лет кто летает на крышку и соломка к нему ты оказался за гусями это надо влежь деревню и там гнуслингов купить парочку давай давай доделывай так не на все стены мне хватило все бревно бревно 200 на меня фигачить ну ладно где бит много я лично старались опилка меня просто завалит всяким полезным дровами досками бревнами и в последние дни вместе чем от гроху здорово дом от гроху еще и там поселится еще два человека вот самое муторное что в каждом доме селится два человека откуда у меня солома не спрашивайте 4 соломы и 8 солом на того до 12 солом это не проблем так блин заберите нафиг для он по-моему нету не обмололи так я помню а у соломы ну соломы нормально корма надо втануть наверно вообще такое ощущение что корм где-то тихоря у меня красится потому что живность вроде не голодает может не трогать пока она готов загон для гусей отлично ну чё пойду в деревню общаться на продажу ничего с собой не понесу просто сбегаю и все так пару гнуслингов а у меня деньги то есть на это 2000 но мелкие вроде дорого не стоит но вообще бабла маловато неплохо учился баблом предпринять ну как предпринять продать излишки я думаю сейчас по весне отсеемся и я излишки зерна толпан лавка там барыжет она делает это как-то так робко и не уверена хотя может опрос недавно день не забирал вот от неожиданно я тут ходил неоднократно ветки доска а я возьму я жад я не мог пропустить топор значит как-то она периодически резко но бронзовый топор зашибись могу подарить его для лесорубу подскажешь меня такой же бронзовый кстати топор буш не я могу подарить его лесорубу я под но какой-нибудь я точно подарю пусть берут используется это даст небольшую фору кузнецу я еще пока изделиями из кузнецами торгу они принципе неплохо оцениваются то можно взять шака и как зарядиться но кузнец он поддерживает запасы инструментов поэтому я прямого припахать ты не мог тебя двумя два кузнеца они не справляются странно оба гнуслим я вот они гусенок самка 1 закон для гусей один есть ничего нужен гусенок самец стой гнуслин так разорился потратил дать таким меня мысль наводит желтенький значок чем я пора платить налоги эй староста я прячусь староста стоять огородами ходят на кого я похож так корма нету гусям ну понятное дело потому что там человека нет так хуберта ремесленник недолго хуберт было ремесленником загон для гусей так загон для гусей нет наверно специальности да ну допустим на что его делать а добыча земледельный животноводство пойдем посмотрим так а нет есть о как так ну чё по 50 процентов зарядить яйцами торговать погодите перо это такой себе а вот яйца это блин огого есть вот как то так так а теперь с юнигостом как ни странно квестов нет через скотинях у меня желтым светится я не знаю рад ты меня видеть ладно так гусят купил гусята вырос пустан гусями у меня очень напрягает что им еды нету часто будут вопрос решать надо вспомнить она как раз пойду мимо этого амбара и увижу с чего делается корм корм делается точно из соломы плюс еще чего-то что-то зерновое по моему овес не уверен но увидим я принц все поля вставляют нормально и я мог бы даже сделать чтобы они сами производили все пора искупаться на полю скупаюсь мочено мы зимой купаемся всегда а у вперед так мы купаемся нырять не могу я по дну хожу мелкая мелкая речка я все равно не было все равно иду купался че еда то нет то есть всем едой есть а бедным гусям нету да ну ладно доберусь от до вас можно правда кинуть им несколько процентов на еду чтобы они пока запыханный давайте я посмотрю правление шала земельков надо чинить он не пишет а нет инструмента кирки нет да с киркой все непросто но я запомню так кирки во мне до охот чё нет рыбацкую хижину чинить надо в амбаре как всегда чего-то нет это какой амбар нет материалов то мы тут все потихоньку делаем муком потихоньку тошнит на удобрение штукатурка а корм кто делает корм вот один процент он не успевает но это сделал два процента но принц маковая семка у нас пока не особо идет вот так давайте овсяное зерно ржаной сделано зерно солома все нормально мука такая мука сика я то не потихоньку тоже тошнят а это мука из кого из овса не надо но все норм ну чё сами сделать это все муку фигачит 1 процент задан он фигачит молодь ушел он каждый раз там я видит уходит мало так штукатурка удобрения корм 5 солома этих по одной хорошо я сейчас сам сделаю правда не знаю куда положить так девка стоит ну сленге ходят таратусе но правильно уже уже ведь уже здесь и все правильно гусь гулять гусы не сидит везде нормально так ладно давайте соломы надо 5 этих по одной давайте 40 сделаю это сколько это 8 соответственно 8 овса удобрения много хорошо а 8 овса овсяного зерна на 8 рожь по мою отлично пойдем откуда класть ну в общий амбар плавки теперь скорыми шаги планицы будут я бы это стал крупнейшим шага заводчиком в округе так идет и обмолочивай да все правильно 8 форм ну я прибавила я надеюсь они в автомате что-то будут делать вообще не очень понимаю тут работает два человека почему-то работает два человека вот что непонятно с другой стороны всех туда угнал сейчас надо посмотреть тут реально народу работает и строить новые дома все просто так туда так я чё еще обещал топор я им обещал дать вот тухленький дам бронзовую кирка моя не дам доски так бабла мало шерстяная нить чё мне делать шерстяная нить хрен не нужно мне шерстяная нить подорожник нужен это я им лечусь так хорошо мне надо чё надо надо починить рыболовную эту шайку лейку шалаш земляков инструментов нет охотничий домик нет инструмента какого нет инструмента ножа нету а нужны ножи кирки чинить надо рыбацкую хижину два из шести работают в другом амбаре работают три из шести а я могу три на три назначить или могу шесть одного вида туда назначить хороший вопрос блин беременная ты скоро тут не будешь работать а ей все однозначно одном строй так ладно ну давайте решать вопрос с инструментами капторга можно подарить женщину во время флирта они ввели сюда подарки для флирта все я понял поздно я знаете ли в ранней версии познакомился со всеми так ремонт долом сам уж чинил все вам феодалу погонять все все так что дальше дальше посмотреть что с едой по к самому пожрать чё у нас поедет а ничего все сожрано ну пойдем посмотрим чем нас повара порадовали торгуй давай отвлекайся кто-то кашляет да мелкий ты кашляешь чихотка мелкая так ну чего жареного мяса прилично слушать грибов вообще вагон ну еще приличнее жареного мяса тут яиц просто куча слушайте я не знаю что они делают вот серьезно кстати чашку вроде как мало деревянных да ну они там должны лежать в том сарае я могу взять жареного мяса да я не спорю но почему я много жареного мяса и мало всего остального это хрен его знает тайна это даже не наелся не народ жареного мяса а рыба куда девается кстати я им 50 на 50 сдал жарить рыбу и мясо но тут только жареное мясо ладно по итогам дня посмотрим а в вечеру ну они фигачат они жарят и свин сидит они пашут с этим все хорошо интересно интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд че у нас тут с кухнями то позвольте чё-то нету поэтому хмырь стоит и ничего не делает я прав материалов у них нету нет капусты деревянных чаш да вы чё издеваетесь серьезно нет в каком месте нет деревянных чаш есть деревянный тарель черт возьми они правы нет есть деревянный чаш но они лежат там почему-то в виде возможно их не умеют отсюда брать и возможно на них уже все запланировано да ну да их немного я понял так хорошо я я понял а тогда давайте мастерскую зафигачим сейчас так 30 процентов тарелька так глиняная чаша но такое себе вот давайте деревянные чаши фигачи товарищ а еще делается из бревна знаете что я сейчас возьму несколько бревен и сам пойду сделаю деревянных чаш что такое у меня производство ниши волица дойдет десяток бревен и пойду берем деревянных чашки нет вечно саму разруливать приходится так ты чувствуешь тут маешься а этот это ослопас тетка привет подвините да да так пиш ой они по 5 делаются ой я сейчас 50 штук нафигач ну и них Вообще странно, тут один стол, если я назначаю сюда двоих, они же двое чаш делать не могут, да? А что делать второй? Формально стоит на другом месте, да? Другой верстак. Ага, другой гончар, значит. Ну вон. У них тоже вариант. Вот ёкарная баба, наслаждайтесь. Ну что, я вас припахал? Да, смотрите, мгновенно припахались. Это прекрасно. Так, что я шёл делать? Я шёл решать с инструментами всё. Ладно. Я просто понял, что теперь это слитки-то не здесь лежат. Они теперь в сарае. Ну ладно, сейчас возьму, посмотрю. Чё как. Так. О, две чашки взяли. Молодцы. Сейчас надо посмотреть насчёт продажи деревянных тарелок. Мне должны их продавать. Мотыга. Нож может, конечно, деревянный, но давайте заканчивать с каменным веком. Медный слиток. Оловянный слиток 21. Здорово. Десяток. Медный 1. Кунист нам, по-моему, не страдает. Сейчас посмотрим. Попыхал себя. Погодите. А где лежит руда? Я возьму бронзовые слитки? Я возьму эти чёртовы брёвна. Да, хорошо. Я возьму ещё оловянный слиток. Так. Первым делом кирка. Бронзовая. Нужно 4 бронзовых слита. Сильно. Нож. 2 бронзовых слита. Ну-ка, подвинься. У меня факел есть, подвинься. Так. Медный слиток. Бронзовый слиток. Есть. Есть. Куда кунец захреначил всю медяху? У меня один вопрос. А, куёшь, да? Иди, иди. Так. Бронзовый инструмент. Кирку не могу до сих пор, но смогу. Давай. Я сейчас сбегаю, гляну, как раз с медной рудой. Чё-то меня удивляет, что медной руды нету. И если медиаху кузнец всю перефигачил на инструменты, пора ему ставить заказы на бронзу. Потому что бронзовый, я думаю, существенно долговечней, а проблем с этим меньше. Туда. Так. Ну, мне нужна медная руда. Медная руда 34 штуки. Перегруз мало-мало, да? Ладно. Так. Давайте кузнеца озадачу, пожалуй, что. Так. Ну, всё нормально. Охотники рады ножу кузнецам. Так. Чего мы тут куем? На деревянный молоток нет материалов. Веток нет. Веток не принесли, согласен. А нужен ли мне деревянный молоток? С деревянными молотками, я думаю, мы покончили. Вот так. Оловянный слиток нету. Медный слиток есть. Бронзовый слиток. Приостановлено. Фигач. Фигач. Так. Нет материалов. А знаете что, у меня может быть не быть на бронзовое всякое. Медный нож. Деревянный нож он на черный день делает. Да, нечего изводить медяху. бронзовая кирка медная мотыка медная лопата мне это не надо это все заперто пока или там железяки пошли так бронзовый нож 10 процентов мотыга медной мотыги они а нет есть медная мотыга но он заперто не мотыги давай делай каменная кирка не серьезно каменная мотыга блаж каменная мотыга каменная мотыга да есть каменная мотыга деревянная лопата ну вообще одного процента выше головы хватает так кому один процент подарить ну вот так ладно дальше там сам пойду разбираться сейчас наплавлю медьяки сделаю бронзы сам фигану кирку цыплятки ходят хорошо или ты гуси сплят я может гуси далеко ушли ну кузнецы принципе работают нормально просто из каменного века убираться дядька подвиньте да да забирай что там плавил 10 сейчас вегану потом бронзу сделаю ангер куры 4 бонус надо я отправлю ребята в шалашах шахтерская дальше пускай кузнец паш и вообще надо будет еще затариться рудой на самом деле слитки сейчас тоже оставшиеся метну туда на склад а то кузнец переводил сейчас все на медях на медный инструмент но пусть лучше переводить на бронзовый инструмент худо-бедно там расход такой же только это будет расход до бронзы два слитка медный оловянный так половы не уходит да по одному в пропорции в одинаковый железо пока рано так как ты делюсь твои места молодец так бронзовые инструменты бронзовая кирка будут деньги надо будет разблочить другие бронзовые инструменты вообще все просто перейти на бронзу и занесут камни так крестьяне закончили работу дети делают вечернюю гимнастику свинь сидит у костра все нормально ну сегодня шахтеры хотя бы так поперли так бревна нафиг бронзовую кирку я сделал бронзовую сливку туда мясо не дам медный молоток мой это мое а все ничего больше не так давайте посмотрим что тут есть но флакон надо бронзовая лопата откуда я расковал так флакона флаконов особо нет чаш тарельки деревянных молотков h2 ну все они теперь тут будут вечно лежать 42 доски это неплохо дрова 5 но тоже нормально в принципе медная руда есть медный топор ну пока полежит оловянный слиток тоже ничего строгий в запасе чуть цирконий прочитал уфигася монет о 183 хорошо это мы по моему тарелочками торганули но с таким деньгами можно и разлучивать так приготовили ли к вечеру еды какой-нибудь я не верю но я посмотрю а ведро с водой эти даже жареного мяса нет все сфигачили ладно так и здесь мы ничего не делаем значит что значит надо их вставить в продажу лавка сырья смело называется лавка сырья так барыжить глиняная чаша нет материалов ну и хорошо значит их так хорошо барыжишь тем материалов то и нет так навоз продаем прекрасно первом нет материала ну нашу поделать мех потихонечку распродаем нормально пирог пойдет продадим на пшеницу я не рискну немножко деревянной тарелки поторгу на это не сильно 5 давайте а глиный флакон 5 давай саженец мука ну такое себе можно продавать можно глиняный кувшин я же с глиной что-то делаю а наверху глиняные тарелки все тоже могу торговать я это могу их делать а просто схему не покупал мука давайте пока муку буду толкать она мне не нужна тут тихонечку и продавать деньги приносят и ладно как деревянная тарелка да продаю лен не продаю зерна никакое не продаю глину фигу вам глину бревна нет вот я 10 процентов меня на продажу деревянных чаш это плохо наверно не знаю если не будет не хватает что-то буду крутить но принципе все погодите а они яйца не продают они яйца не продают ты лавка сырья ёкрана ты губай ну тут сортировки нет она не по алфавиту ни хрена но яиц тут нет ну или я чё-то не вижу или их здесь нет моей мука нет материалов так нет деревянный флакон вроде не вырезал ладно пусть барыжет нормально но блин даже мясо нету издеваются а я голодный буду давайте чем себе наберу а я не помню что там надо ну давайте возьму немножко морковок десяток десяток что не получается 186 мне не надо двадцаток капуста сути капуста нету а ну да они жаловали что нету а давайте мясо возьму ну а чё-то из этого приготовлено надеюсь рыбное филе забрать все яйца сделать все яичницу так создать каши супы другое другое хочу яичница из трех яиц а вот как я понял тарелок надо пришел так обстарел давайте штук пять если их сам надел так во первых надо мясо жарь нормальных положил кусочек неплохо да я пожарю все мясо там с луком что-то зима можно сделать неплохое я даже морковку обратно отнесу если что вообще что-то на углях тут много рецептов было надо еще глянуть что-то дофига я не знал что на углях можно только все готовить котелки от понятное дело на углях смотрите мясо зажаривать положил сырое по мере только я делаю 20 мясо и если кусок который положил стен зажаривать ведем к тому моменту как его пора будет снимать он пожарится полностью копники отлично жареная рыба а тут персональная жареная рыба я помню котел супы вот за морковки с мясом рагу делается мы сделаем другое тарелку тарелку ай-яй-яй погодите у меня же есть тарелку или все продали а радостно тарелка есть ну я чё не надо сейчас дам обратно почему шесть только могу приготовить я не знаю почему а шелук там идет по три штуки шесть шесть тоже нормально у тебя мясо я нажарил много еще лука возьму так три лука на одно мясо и одна тарелка одно мясо три лука так сейчас дадим чашки сдаем так три мясо три лука на одну тарелку а она мясо почему я 20 мясо ок ок 20 а чё тут делают тарелки на мои пять в особенности а не важно хотя погодите они очень странно это все берут поднесу так ладно у меня 20 мясо значит надо 60 лука я сколько взял 58 60 так надо сдать морковки все прекрасно 60 лука 20 мяса 20 тарелок надо взять мечты а вот добавить надо ай дайте воду давай на 16 так я где ночи феодол бегал по деревне готовился жрать так чашки отдал тарелки забрал он вроде все пошел готовить а феодол то он иначе можешь себе приготовить гораздо лучше чем верные жители они тут же по простому мясо жарят рыбу жарят да едят не пойми ничего вообще но хотя блюд у них много назначен а я тут деликатеса ночи готовы не знаю мне экспоза это идет идет наверно ну медленно конечно сегодня да я в принципе мог бы еще и на деревню как бы готовить я не буду этого делать а то повара есть еще мне интересно кто сожрал всю жареную рыбу тут есть что-то типа табели потребления то есть что жрать не помню где расположен где-то там управление таможки и продукты запретить употреблять типа не трогать жареную рыбу мне кажется это просто голодать пусть они хотя бы чем-то простым питаются с другой стороны как бы не доходит до готовки ну ладно не важно не голодают не голодают будут голодать я им что-то приготовлю сыр 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 ладно такое оно бегом 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 а ну они за киркович не ходили так где мои тарелочки вот тут наверно вот я понимаю так это еда себя скучают никого нету в пустой товаре но когда-нибудь будет дойдет у нас и до этого так ну чего все в принципе день прошел я довольна деревья пока как не расширяю нам расширять надо еще дома переделать и не расширять бесконечно но так это мой дом начала ночь мотаем смотрим следующий день квеста нету никакой мужик не выходит все нормально вот у меня тут склад то да бронзовый нож бронзовый нож еще один лежит сапоги но в принципе нормально мне все пригодится мотыги правда ну ладно ну ладно не буду ничего отдавать все мое ну что ж господа тогда на этом все жмите пишите до новых встреч грамм мотыг мотыг Продолжение следует...